Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и профилактикой преступлений в указанной сфере – одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Основной целью деятельности органов власти в этой сфере является, конечно, создание условий для приостановления роста количества фактов употребления наркотиков, их незаконного оборота, сокращение числа лиц больных наркоманией, а также предотвращение распространения преступлений и правонарушений, связанных с наркотическими средствами. Сегодня тема нашей программы – организация прокурорского надзора по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Правовые аспекты данной программы нам осветит прокурор Железнодорожного района города Самары, старший советник юстиции Владимир Вениаминович Антонов. Я приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день, Елена. Ну что же, вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств являются очень важными и до сих пор продолжают оставаться актуальными уже на протяжении, к сожалению, длительного времени. Ну вот я знаю, что органами правоохранительных органов и органами прокуратуры особо уделяется пристальное внимание этой проблеме. Но давайте для начала мы с вами разберемся, что это вообще за зло такое и существует ли понятие именно наркотических и психотропных средств. Да, Елена. Действительно, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ является бичом нашего современного общества. Это оказывает очень отрицательное влияние и на экономику страны, и на демографию населения, и на здоровье, на социальное благополучие населения. Причем наркотики не просто само по себе являются преступлением. У нас уголовно наказуемое деяние предусмотрено за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Но они и способствуют совершению преступления. Значительное количество преступлений совершает состояние наркотического опьянения. В основном преступления против здоровья, причинение различного вреда здоровью, убийство. Значительное преступление, связанное с хищениями, совершает состояние наркотического опьянения, когда наркоман таким образом пытается достать деньги для того, чтобы приобрести очередную дозу для употребления. Кражи, грабежи, разбой – это тоже тяжкие преступления против личности. Поэтому это такое многогранное зло. И в связи с этим, с законодателем, у нас довольно-таки серьезная законодательная база, направленная на борьбу с этим незаконными проявлениями. Во-первых, это, помимо ответственности, федеральный закон о борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами, в котором и раскрывается понятие. Статья первого этого закона говорит о том, что наркотические средства и психотропные вещества – это вещества синтетического и естественного происхождения, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными законами, и включенные в соответствующий перечень наркотических средств и психотропных веществ. Вот этот перечень, он утвержден постановлением правительства Российской Федерации. Он состоит из четырех списков. Первый список – это туда включены наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых полностью запрещен на территории страны. Во второй перечень, во второй список включены наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых ограничен, в отношении которых государством установлены меры государственного контроля. В третий список включены тоже средства и вещества, в отношении которых установлены меры государственного контроля, но с незначительными послаблениями, скажем так. И четвертый список – это список запрещенных к обороту прекурсоров. Прекурсоры – это вещества, из которых производятся наркотические средства, используемые для изготовления и производства наркотических средств. Тоже есть список этих веществ, оборот которых ограничен. Таким образом, как мы видим, все запрещенные вещества, все запрещенные средства у нас отнесены к тому или иному перечню. Здесь отнесения их происходят в основном по медицинским показателям. Наркотические средства – это основные характеристики. Вызывают привыкание, оказывают серьезное влияние на физиологическое здоровье гражданина, психологическое здоровье. Психотропные вещества оказывают менее тяжкое влияние на организм, просто оказывают временное влияние на психику, не вызывая привыкания. Мы, как юристы, как правоприменители, в принципе, не задаемся вопросом, почему то или иное вещество отнесено к тому списку, либо к другому списку. Просто в данном случае проводится экспертиза. Эксперт нам говорит, что установлено наличие вот такого-то вещества, и это вещество относится вот к такому-то перечню. К такому списку этого перечня, который утверждено в постановлении правительства. И, соответственно, исходя из этого, уже вменяется данное вещество лицу, совершившего это правонарушение, указывается его размер. То есть, законодательно у нас все практически понятия закреплены. Хорошо. Вот все-таки какая ответственность предусмотрена за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, о которых мы сегодня с вами говорим? Практически все действия, связанные с вот этими незаконными средствами и веществами, у нас регулируются, подпадают по ту или иную ответственность. Но основная это, конечно же, уголовная ответственность и административная ответственность. Уголовная ответственность – это основная статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств и еще здесь важно растений и их частей, содержащих наркотические средства. Следующее – это 228 Прим-1. Уголовная ответственность предусматривается за сбыт наркотических средств. Ну, помимо сбыта, там еще производство, пересылка, но основное – это за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. А объемы здесь есть? Да. У нас для каждой статья Уголовного кодекса имеет свои части. Вот 228 часть первая, часть третья. Вот эти части зависят от размера наркотических средств, которые у нас либо приобретаются, либо сбываются преступникам. Вот эти размеры, они тоже установлены в постановлении правительства, которое, кстати, так и называется. Постановление правительства – об установлении размеров значительного, крупного, особо крупного наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, необходимых, учитываемых при привлечении к уголовной ответственности. Вот в этом постановлении расписан каждый вид наркотических средств и психотропного вещества. Ну, не будем называть его, чтобы не нарушать наше законодательство, да, в эфире нельзя называть виды наркотиков. Вот. Но каждый вид наркотиков имеет свой размер. Вот, допустим, один из распространенных наркотиков имеет значительный размер 0,5 грамма. Крупный размер, он уже будет составлять 2 грамма. Особо крупный размер – от 1000 грамм. Его зависимость от этих граммов и как раз зависит та часть статьи, по которой привлекается данный человек к уголовной ответственности. Если до значительного размера не дотягивает вес, допустим, не 0,5 грамма он приобрел, а 0,4 грамма, то уже подлежит административной ответственности. Это статья 6.8 Кодекса об административных правонарушениях. Да, я здесь хочу маленький подвопрос вам задать, но ведь на наркотиках не написано, какой это вид и как он называется. Проводится ли какая-то экспертиза, чтобы определить тот или иной вид либо наркотических, либо психотропных веществ? Да, ну я уже даже частично сказал об этом, что по всем уголовным делам назначается криминалистическая экспертиза. И здесь в данном случае вид и размер устанавливает не следователь, а именно эксперт. Эксперт проводит исследование и определяет непосредственно вид и размер того наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, к которому он относится. Причем здесь я бы еще хотел обратить внимание, что в настоящее время широкое распространение приобретает синтетические наркотические средства. Есть естественное происхождение, которое вот из сырья, которое растет, да, а это синтетическое, которое делается из химических препаратов. И в связи с этим очень часто появляются новые виды наркотиков. Просто взял два вещества, совершал между собой и появился новый вид, который не учтен ни в каких списках. И вот законодатель предусмотрел все такие ситуации. В связи с этим вот и внесена ответственность не просто за наркотические средства и психотропные вещества, но и их аналогов. Аналоги – это вот как раз те средства и вещества, которые не включены в перечень наркотических средств, который у нас в постановлении правительства утвержден, и в отношении которых не установлены меры государственного контроля. Вот эксперт в данном случае тоже проводит экспертизу, он говорит, что это ни к тому виду не отнесен, но по своим последствиям данное вещество и средства оказывает такое же воздействие на организм, как вот такое-то наркотическое средство. В связи с этим его следует отнести к аналогам. Помимо этого у нас законодателям еще введена статья 234, прим. 1 Уголовного кодекса. Это незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Это тоже вещества, которые не включены в список. Когда проводится экспертиза, устанавливается тоже какое-то новое вещество. Но в отношении этих веществ органы внутренних дел ведут свой реестр. То есть, когда обнаруживается сразу какое-то новое вещество, он включается уже вот в этот реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ. И начинается процедура включения его вот в этот перечень, который утвержден у нас постановлением правительства. Скажите, а преступники искусно или нет маскируют вот эти наркотические средства, их аналоги тем более? Я хочу вот здесь привести пример. Особенно волнуешься в этом вопросе в первую очередь для детей и подростков, когда в школах предлагают попробовать то или иное вещество. И скажите, пожалуйста, вот как невооруженным взглядом уже определить, что это действительно, да, это действительно наркотик? По поводу маскировки. Вот почему преступления, связанные с незаконным воротом наркотических средств, такое широкое распространение приобретают, да, и все не получается правоохранительным органам полностью побороть это зло. Потому что здесь меняется структура данного вида преступления, именно криминологическая структура. Вот если ранее сбыт наркотиков осуществлялся так, что занимались им определенные лица, асоциальные лица, которые там ранее судимые, имеют доступ к этим наркотикам, да, кто там доставлял их в основном из-за рубежа. Определенные национальности этим занимались, которые также имели доступ. Передача наркотиков происходила в основном из рук в руки. Вот. То сейчас с распространением интернета, с распространением информационно-телекоммуникационных технологий, вот данный вид преступления, совершение их, оно стало, скажем так, более доступным. Я не буду подробности рассказывать, да. Но именно через интернет приобретаются данные наркотики. Оплата производится путем электронных денежных средств на Киви-кошельки, путем всяких электронных платформ, да, веб-мани, Яндекс.Деньги и так далее. Вот. Гражданину сообщается о месте закладки. То есть сбыт происходит именно уже бесконтактным способом. А делается закладка, в укромном месте оборудуется, сообщается о местонахождении. Человек идет, забирает оттуда наркотики и употребляет. Как бы вот преступление, оно полностью изменило свою криминологическую такую структуру. В связи с этим и заниматься им стали как бы не просто лица такие вот чисто асоциальные, да, ранее судимыми, а... Лица, на которых и не подумаешь, да? Даже вот, увы, дети из благополучных семей, которые просто решили таким образом зарабатывать деньги, чтобы иметь там их на карманные расходы, легкомысленно заблуждаясь о том, что это никто не видит, это никто не заметит, останутся безнаказанными. Раз получилось, там, два раза получилось. Но это не длится до бесконечности. Есть у правоохранительных органов серьезный потенциал средств, направленных на выявление этих преступлений. И рано или поздно все равно это будет выявлено. То есть вы хотите сказать, что за это тоже предусмотрена ответственность? Не знаю, как уголовную, но административную это точно. Нет, за сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность и довольно-таки серьезная ответственность. Там значительные сроки наказаний у нас предусмотрены по статье 228 прим. Вот, допустим, по части 1, 228 прим, от 4 до 8 лет лишения свободы. По части 2, когда сбыт осуществляется в исправительных учреждениях, в следственных изоляторах, в общественных местах, на общественном транспорте, с использованием сети интернет, средств телекоммуникации, от 5 до 12 лет лишения свободы. Если в значительном размере от 8 до 15 лет лишения свободы, если в крупном размере от 15 до 20 лет лишения свободы, если в особо крупном размере от 15 до 20 лет лишения свободы. Я просто это все, к чему хочу сказать, что крупный размер для тяжелых наркотических средств, он незначительный. Там 1 грамм тяжелого наркотического средства, это уже будет крупный размер. А за сбыт именно крупного размера установлено до 20 лет лишения свободы. Там от 15 до 20 особо крупные, крупные от 10 до 20. И просто вот те молодые люди, вот сейчас смотришь на именно такую криминалистическую характеристику данных лиц, действительно далеко не о социальной личности осуществляют данный вид преступления. Просто думают, что им за это ничего не будет. Но когда смотришь на них в зале судебного заседания, да, и что ему там грозит наказание до 20 лет лишения свободы, видно в их глазах раскаяния и чувство того, что зачем вообще всем этим начинал заниматься и не готов просто вычеркнуть из своей жизни столько лет. Конечно. Хотя и я не скажу, что значительные денежные средства там на этом они зарабатывают и получают. Никого там... То есть необоснованный совершенный риск подвергать свою жизнь такой опасности, верно, распространяя наркотики. Скажите, а насколько актуальна борьба с незаконным распространением наркотиков на территории железнодорожного района? И какие все-таки основные показатели этой работы? Ну, если говорить про железнодорожный район, то всего у нас было совершено на территории района за 10 месяцев 1216 преступлений. Из них связанных с незаконным оборотом наркотических средств 1608 преступлений. Это где-то 13%. В принципе, это среднеобластной показатель, который составляет около 12%. Если говорить про сбыты, то сбытов совершено 148 преступлений, раскрываемость их составила 76,4%. Это тоже, в принципе, в среднестатистических показателей по области соответствует среднеобластным показателям. Правоохранительные органы района принимают все меры, направленные на то, чтобы преступления выявлялись, раскрывались, лица их совершившие, нанесли заслуженные наказания. Уголовные дела направлялись в суд. Владимир Вячеславович, а почему все-таки полностью не получается искоренить это зло? Как вы считаете? Ну, мы с вами уже частично ответили даже на этот вопрос. Я уже как-то пытался, ну, уже высказал свое мнение по поводу изменения криминологической характеристики этих преступлений, что сейчас стало более доступно приобретение наркотических средств и психотропных веществ, что все-таки данный вид преступлений, он совершается, я говорю, как бы изменилась и характеристика личностей, которую их совершают. Здесь сами преступления стали более организованные, не происходит контакта между лицом, который сбывает наркотики, и лицом, который приобретает. Лицо, которое сбывает, в свою очередь, тоже приобретает путем закладок наркотические средства, расфасовывает и самоорганизовывает закладки. В последнее время распространение получило именно синтетические наркотические средства, которые могут изготовиться самим, не возятся они там из-за границы, да, откуда-то, а на территориях города, на территории района даже было несколько лет назад, организовывается лаборатория по производству наркотических средств, заказывается также через интернет-прекурсоры, прекурсоры, это, как я говорил, вещества, из которых... Да, составляющие. Не составляющие, а из которых изготавливаются наркотики. Заказываются прекурсоры, также организовывается там все оборудование, где-нибудь в гараже, там, в частных домах, организовываются лаборатории и начинают их производить. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, такие деяния тоже не остаются безнаказанными, и мы помним, что за производство наркотиков также до 20 лет лишения свободы предусмотрено, и правоохранительные органы обладают всеми достаточными комплексом полномочий, направленных именно на выявление. Там проводятся оперативные рискные мероприятия, да элементарно, когда наркотик производится, когда там смешивается, выпаривается, там стоит такой запах вокруг, который там на несколько километров разносится, и мимо пройдешь, и не пройдешь мимо этого места. Ну, то есть вы имеете и хотите сказать то, что неравнодушные граждане, да, сообщают о том, что видят, чувствуют, даже если это и соседский дом, к примеру. Да, да, таких сообщений тоже, да, конечно же, имеют место быть, хотя в основном все-таки преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств птихотропных существ, они выявляются именно в результате такой целенаправленной, кропотливой работы правоохранительных органов, да, проведение оперативно-ростных мероприятий, хранение, в основном выявляется в результате задержания лиц, когда там остановили человека из-за совершения административных каких-нибудь правонарушений, проводят его личный досмотр, устанавливают у него наличие этих веществ, да, и средств, и изымают их. Но в то же время определенные статьи возбуждаются в основном по заявлениям гражданам, допустим, статья 232 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за организацию и содержание притона. Притон – это когда они предоставляются другим гражданам для потребления наркотических средств неоднократно. Здесь вот соседи могут звонить, писать заявление, обращаться в органы полиции о таких фактах, проводится проверка, принимается соответствующее процессуальное решение. Владимир Вениаминович, скажите, а в чем же заключается именно прокурорский надзор за ходом расследования преступлений, как раз связанных с незаконным оборотом наркотиков? Ну, прокурорский надзор по такому виду преступлений, он как бы в отдельную категорию не выделяется. В общем, Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет органам прокуратуры достаточный комплекс полномочий, необходимых для того, чтобы по всем делам, по всем материалам было принято законное обоснованное решение. Прокурор, с своей стороны, включается в этот процесс прямо на первоначальной стадии, с момента уже проведения оперативно-рестных мероприятий у прокурора полномочия для обеспечения законности в этой сфере. С момента регистрации сообщений и заявлений о совершенном либо готовящемся преступлении, также проверяем, смотрим законность, полноту проведенной проверки, законность принятия решения по материалам проверок, если возбуждается уголовное дело, также законность возбуждения уголовного дела, обладает полномочиями по отмене законных постановления о возбуждении уголовного дела. В ходе расследования уголовных дел, также своевременное выполнение всех необходимых следственных действий, если допускается волокита, либо какие-либо иные нарушения, принимаются меры прокурорского реагирования, вносятся представления, вносятся требования, которые обязательны для рассмотрения, требования об устранении нарушений федерального законодательства, я имею в виду, которые обязательны для рассмотрения органов предварительственного расследования. По результатам расследования утверждается обвинительное заключение с направлением уголовного дела в суд. Если выявляется на этой стадии какие-либо существенные нарушения, возвращается уголовное дело для производства дополнительного расследования. По неочевидным преступлениям, по приостановленным, прекращенным уголовным делам проверяется законность также этих решений, тоже в сроке установленной нормой УПК. Если выявляется, что они незаконны, отменяются, устанавливается срок для проведения дополнительного расследования, за ходом которого осуществляется надзор. И вот это все до того, как будет принято окончательное законное профессиональное решение по всем уголовным делам. Но все-таки если у наших телезрителей возникли подозрения, что кто-то из знакомых как раз нарушает эту статью, расскажите, пожалуйста, куда стоит обратиться и, конечно же, сообщить об этом? — Ну, мы уже тоже коснулись немного этого вопроса. Вот. Конечно же, правоохранительные органы. Прежде всего, это органы внутренних дел. Вот. Можно прийти с писемным заявлением в дежурную часть соответствующего отдела полиции. Либо устно сообщить по телефону 02, либо на телефон доверия Главного управления внутренних дел 278 1340, который круглосуточно работает. Данное сообщение будет зарегистрировано, по нему будет проведена соответствующая партуальная проверка и принято решение. Даже в данном случае гражданин может и не называть свою фамилию, если говорит устно. Анонимные обращения тоже используются при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Эта категория входит в категорию, по которой необходимо проводить соответствующие мероприятия, направленные на выявление признаков преступления. — Но вот если все-таки сообщение не подтвердилось, что грозит заявителю? — Здесь в данном случае бояться этого не надо. У нас, в принципе, уголовная ответственность статья 306 предусматривает за заведомо ложный донос. Но я обращаю здесь внимание именно на, акцентирую на слово «заведомо». Это когда человек знает, что он говорит неправду, понимает, что он там кого-то оговаривает и желает в отношении него дать именно вот такие вот неправдивые пояснения, да, показания. Если человек, естественно, заблуждается, считает, что там соседи торгуют наркотиками, считает, что там организован притон, он видит там, как это назвать, кельдим целыми днями, ночами, да, аморальные личности туда ходят, то здесь в данном случае никакой ответственности быть не может, потому что он, естественно, понимает, что там недобропорядочные граждане живут. — Находятся. Ну что же, наше время подошло к концу. Прежде чем поблагодарить вас за сегодняшнюю беседу, я хочу предоставить вам заключительное слово. Вот какой бы самый главный вывод можно сегодня сделать из нашего с вами разговора? — Да вот у нас вся беседа как бы носила именно такой профилактический характер. Не просто, так я говорил, там, о законодательстве, да, за что у нас предусмотрено. А вот именно я хотел бы еще раз акцентировать внимание граждан, что у нас предусмотрена очень серьезная уголовная ответственность за сбыт наркотических средств. И если кто-то захотел вот этот вид деятельности именно для себя определить как средство заработка, то знайте, что за это понесете очень серьезное доказание. — В первый раз прощения не будет. — Вот по 228-й обычной, когда приобретаются наркотики для себя, для потребления, у нас существует примечание к этой статье, которое освобождает от уголовной ответственности лицо, если он добровольно сдал наркотические средства, активно способствовал раскрытию преступления, выявлению новых лиц, совершивших это преступление, возмещение ущерба. То есть если приобретать наркотик для себя, то всегда есть возможность одуматься, прийти в правоохранительный орган, сдать его, оказать активную способственность в раскрытии, где вы его приобрели. — И за это не наступает уголовная ответственность. — Ну что же, спасибо вам большое, Владимир Вениаминович, за сегодняшний разговор. Спасибо всем тем сегодня, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, что мой эксперт ответил на все интересующие, и в том числе вас, вопросы, уважаемые телезрители. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok